Не успели мы налюбоваться на первые новинки следующего года, как подоспела первая утечка про новую 25-ю серию коллекционных мини-фигурок Лего. Благодаря проворным фанатам мы получили фотографию вкладыша с изображениями всех 12 фигурок. И прямо сейчас мы разберем каждую из них и посмотрим, какие сюрпризы приготовили дизайнеры на этот раз. Вы же не скажите нет. Начнем разбор серии по порядку, с детектива. И не простого сыщика, а угрюмого персонажа прямо из классического нуарного романа или кино. Дизайнеры нарядили героев в традиционный для образа плащ и шляпу. Причем воротник позаимствовали у сверчка Джиммини из недавней серии коллекционных фигурок Дисней. Судя по всему, новый стандарт для коллекционных мини-фигурок это принтованные или хотя бы двухцветные ноги. Детектив мог бы запросто обойтись парой обычных серых брюк, но дизайнеры выбрали деталь с двойным молдом. Точно такие же ноги мы уже видели у другой костюмированной коллекционки, енота из 22 серии. А теперь главный вопрос. Что за ужас тут творится? С аксессуарами. Ну, лупу мы еще можем понять, хотя газета с новым эксклюзивным принтом выглядела бы куда интереснее. Но почему у фигурки в руках рыба красного цвета? Оказывается, это просто гениальная пасхалка от дизайнеров. Чтобы понять ее, открываем словарь английского языка и читаем, что означает идиома про красную селедку. Именно так в английском языке называют предметы или знаки, которые отвлекают внимание от главной мысли. А в случае с детективом речь идет про подсказки, которые сбивают с пути и мешают разгадать тайну. То есть дизайнеры буквально добавили в набор деталь красной селедки, которую в английском языке мы используем образно. Чтобы понять, насколько это гениально, представьте себе фигурку газетного редактора, у которой в одной руке была бы газета, а в другой утка. То есть газетная утка. А ведь именно так мы называем не животное, а скандальную, но ложную новость. В общем, ставим дизайнерам 10 баллов за их чувство юмора. Новая фигурка детектива присоединяется к своему коллеге аж из далекой пятой серии мини-фигурок. К фигуркам геймеров добавляется еще один яркий персонаж. Пурпурными волосами и бронзовым кубком нас не удивить. А вот аксессуары и дизайн одежды точно заслуживают внимания. Мини-фигурка киберспортсменки принесла нам тайлы с новыми принтами клавиатуры и мыши с RGB-подсветкой. И пускай зеленые наушники выбиваются из стиля остальных геймерских аксессуаров, эта мини-фигурка точно будет популярна среди фанатов замка. На груди красуется новый стилизованный принт логотипа фракции черных соколов. Да-да, тех самых, которые были и в старых наборах из 80-х, и в современном издании кузницы, и в замке рыцаря льва. В зависимости от того, какую серию вы любите больше, эта мини-фигурка составит пару либо геймеру из 19-й серии, либо охотницы с соколом из серии предыдущей. Третья фигурка серии – это просто царский подарок для всех фанатов замка конца 90-х. Новое воплощение Базиля – повелителя летучих мышей из подсерии Fright Nights. Таинственный герой, который заменял всем нам Бэтмена до появления лицензии, в оригинальном виде был вооружен хромированным мечом и посохом с летучей мышью. К слову, щиты он никогда в руках не носил, их можно было найти только у других персонажей серии. Что за щит? Реинкарнированный Базиль получил обновленный посох в виде двустороннего топора, щит с принтом в стиле оригинального логотипа серии и, конечно же, потрясный шлем. Под стать настоящему владыке летучих мышей. С нетерпением ждем фото получше, чтобы разглядеть и принты на торсе, и выражение лица, и новый плащ. Составители коллекционных серий продолжают развивать тему людей с ограниченными возможностями. И в новой серии ее очень выигрышно объединили с темой спорта. Фигурка бегуна-паралимпийца станет первой сразу с двумя протезами ног. Такую деталь мы уже видели в наборах с магазином продуктов и скейт-парком. В том же дизайне и цвете Лего использует ее и для новой мини-фигурки. А еще, похоже, фигурка порадует новой прической. Напомним, коллега бегуна уже появлялся в 22 серии. А теперь главное событие новой серии. Возвращение козы в сопровождении пастуха. Мы ждали этого целых... И, наконец, это свершилось. Фигурка животного появлялась всего в одном наборе. Нападение на деревенскую мельницу в 2011 году. С тех пор она буквально стала мифическим существом. А средняя стоимость такой детали на Бриклинг прямо сейчас около 9 тысяч рублей. Сразу оговоримся. Новая коза, хоть идентична по форме своему предшественнику, отличается расцветкой. Дизайнеры не стали добавлять новой версии цветные пятна. Вероятно, чтобы не расстраивать коллекционеров с оригинальными козами. И это тот забавный случай, где на фоне козы фигурка персонажа не очень-то и интересна. Тем не менее, пастух выглядит как прекрасное дополнение мирных жителей. Да еще и с козьим сыром в руке. Очередная фигурка серии, ребенок-мухомор, вызывает у нас больше всего вопросов. Предположим, что это фантазийный сказочный персонаж, который дополнит лесного эльфа из 22 серии. Но если у эльфа была стильная тканевая накидка и посох, то предназначение мухомора нам непонятно. Если вы сможете догадаться, кого изображает эта фигурка, поделитесь, пожалуйста, с нами в комментариях. А пока договоримся так. Шляпа в виде гриба идеально подойдет Тодду. И да, здесь дизайнеры впервые используют двухцветную бабочку. Другая спортивная героиня серии прибежала прямиком из фитнес-зала. Весьма стандартная фигурка спортсменки-любительницы обещает нам и новые принты лица и торса, и пару симпатичных аксессуаров. Мы уверены, что бутылка воды отличается оригинальным принтом, но ждем более качественных изображений. Несмотря на изнеможденное лицо, до рекордов циркача из 17 серии мини-фигурок ей еще очень далеко. Новая деталь гири – милое дополнение этого комплекта. Фигурка в костюме Трицератопса уже вторую серию подряд продолжает тему костюмированных динозавров. В прошлый раз персонаж щеголял в прикиде тираннозавра, а теперь настала очередь травоядного. Спорим, что в следующий раз мы получим костюм велоцираптора. Если бы фигурки до сих пор выпускали в мягкой упаковке, то благодаря огромной детали головы определить эту фигурку было бы проще простого. Аккуратно предположим, что фигурка вдохновлена новым модульным зданием Музея естествознания, где как раз проходит выставка динозавров. Самая пугающая фигурка серии – это мифическое существо Гарпия. Согласно древнегреческим мифам, эти на редкость уродливые монстры похищали человеческие души. Почему дизайнеры выбрали для новой серии именно таких персонажей, мы сказать точно не сможем. Но очевидно, вместо пугающего чудища у них получился весьма себе симпатичный фэнтезийный персонаж. Идеально для настолок. Прическа и крылья – детали не новые, но впервые выпускаются в фиолетовом цвете именно здесь. Только вот не поймем, кого такая Гарпия нам напоминает сильнее. То ли своих тезок из Nexo Knights, то ли летающих обезьян из набора с Бэтмобилем. Ребенок в костюме паровоза – это самая символическая фигурка серии. Во-первых, цифра 25 на носу локомотива указывает на юбилейный порядковый номер серии. Во-вторых, именно эта фигурка символизирует мем про наборы, которые мы все хотим, и наборы, которые мы можем себе позволить. Но если говорить серьезно, новый костюм паровоза выглядит так же очаровательно, как и мини-пароход из 23 серии. Зеленый корпус и красные колеса мгновенно выдают в костюме коллекционный набор с рождественским экспрессом из 2016-го. А еще одну главную фишку этой фигурки можно легко упустить из-за низкого качества первой фотографии. Если внимательно присмотреться, на правом глазу ребенка можно заметить специальную медицинскую накладку. Их часто используют при лечении зрения, так что такой дизайн мини-фигурки – отличный способ познакомить юных коллекционеров с медицинскими особенностями сверстников. Одиннадцатая фигурка серии – это классический собирательный образ варвара. Помимо полного комплекта принтов на ногах и торсе, фигурку наделили и мечом в новом дизайне, который мы уже видели в новой серии «Дримс». Вероятно, сражаться варвар будет с орком из предыдущей серии. Хочется верить, что на официальных изображениях этот персонаж порадует нас еще хотя бы чем-то. А то иначе, это одна из самых скучных фигурок серии. И, наконец, грумер с фигуркой афганской овчарки. Предыдущей серии подарили нам несколько диких животных, например, тукана и коалу. А грядущая пополнит ассортимент пород собак в Лего. Афганская овчарка – это очень необычный выбор. Но собака получилась весьма узнаваемой, в том числе благодаря исполнению в двух цветах. Посмотрим, сможет ли она тягаться со своей конкуренткой из 16 серии. Вот таким и получилось наше первое впечатление от новой коллекции мини-фигурок, которые поступят в продажу 1 января. А как фигурки вам? Кого будете искать в первую очередь? И какие другие пасхалки мы пропустили? Обязательно поделитесь в комментариях. Подписывайся на Рарри Брик, мы держим руку на пульсе новинок.